Оранжевый Мобирейт против Желтой Погоды Лидер чемпионата против одного из главных преследователей Это центральный матч 11-го игрового дня Чемпионат Рульяновского по меню футболу Среди команд Суперлиги Давай в свою игру играем Спокойно, без нервов Не подстраивайтесь, пробивайте футбол Все, давай Давай, друг, давай Две недели назад команды уже встречались в рамках первого круга чемпионата И встреча завершилась боевой ничьей 3-3 Именно тогда многие специалисты заговорили о возрождении интриги в борьбе за первое место Тот матч был, тоже мы проиграли по счету 1-3 Мы тут показали характер в том матче и добились ничьи В этом матче нам не удалось навязать сопернику свою игру Хотя в самом дебюте поединка первыми голевой момент создали имени на футболисты погоды Лидер атак желтых Константин Убаськин ворвался в штрафную соперника и упал, словно подкошенный Судьи не поверили форварду и вместо пенальца наградили его желтой карточкой за симуляцию А вот Денис Мерте из мобирейта тоже падал в штрафной соперника Но это падение привело к голу ворота погоды уже на седьмой минуте Так мобирейт повел в счете Соперник отыгрался в конце первого тайма Константин Убаськин на этот раз удержался на ногах и точно пробил нижний угол ворот голкипера Вадима Новичкова И казалось, что паритет по итогам первого тайма сохранится С этим не согласился Вячеслав Мысин и отправил мяч под перекладину ворот погоды До сирены на перерыв оставалось всего одна секунда Конечно, неприятно, здесь надо было сохранить ничейный результат Но был момент, когда могли забить, побежали в контратаку, обрезали и получили В первом тайме была борьба, а бою до острова Ушли на перерыв, забили очень важный гол В счете 1-1 на последней секунде Конечно, я думаю, это повлияло в психологическом плане Команда почувствовала уверенность, что можно дожать соперника во втором тайме Во втором тайме погоды хватило всего на пять минут А затем команда посыпалась, пропуская голы один за другим В составе соперников солировал один из лучших бомбардиров чемпионата Вячеслав Привылов Он оформил очередной дубль, причем оба раза поразил нижний правый угол ворот Павла Нефедова Чтобы вернуть погоду в игру, требовались изменения Но внести их было некому На этот раз команда играла без своего тренера Дмитрия Николаева Который уехал в служебную командировку Конечно, отсутствие тренера всегда сказывается Он подсказывает и по игре, и за временем следит И тайм-аут где-то берет Сказывается, конечно, сказывается В заключительные пять минут команды блеснули результативностью Однако погода от этого стала еще хуже Денис Мирте оформил дубль А следом за ним отличился и Виктор Злыдарев Еще один голеодор Мобирейта Разрыв в счете стал неприличным Пять мячей Сохратить его доверили Константину Кубаськину Тот реализовал дабл-пенальти и установил окончательный счет в матче 6-2 в пользу Мобирейта Мы не допустили ошибок в обороне Как обычно это бывает Сами себе не привезем И впереди у нас моменты в любом случае появляются Изобили сегодня достаточное количество моментов Веселую перестрелку в стартовом матче 11-го тура Устроили контактор и кристалл Сначала забивал кристалл, потом контактор Потом снова кристалл и снова контактор Но в итоге все завершилось боевой ничьей 4-4 В отсутствие Сафина и Цыганцова Бремя Галеодоров в Симбирск-Оберхофе Взяли на себя Никита Елисеев и Сергей Гуров Ворота Вертера они забили по два раза И обеспечили своей команде уверенную победу 6-1 Симкор во второй раз за последние две недели В матче с Авангардом вел с преимуществом в два мяча Но тщетно Авангард снова не только отыгрался Он забил победный гол на последней минуте Причем сделал это снова капитан Заводчан Кирилл Селезнев В заключительной встрече тура Динамо потрепало нервы Волги и Кайману Но в итоге уступило фавориту 1-3 После 11 тура передвижек Турниров на таблице нет абсолютно никаких Мобирейт по-прежнему впереди Чуть ниже Симбирск с Волгой А вот погода чуть подстала И теперь ей спину дышит Авангард При этом имея одну игру в запасе Зато есть перестановки в гонке бомбардиров Лидирующую пятерку ворвался Константин Убаськин Из погоды У него 13 точных ударов по воротам соперников Андрей Манышев из Симбирска Забив один гол в вороту Вертера Сохранил лидерство Но к нему вплотную приблизился Вячеслав Мысин из Мобирейта В следующем туре Галеодоры сойдутся в очном поединке Мобирейт против Симбирска 4 февраля Уже сейчас специалисты утверждают От исхода этого матча Во многом будет зависеть Судьба золотых медалей чемпионата МЧС устроит и ничья Но команда Андрея Злыдарева Уже приучилась к тому Что всегда играет только на победу Значит болельщиков ждет Классный, красивый футбол Субтитры создавал DimaTorzok